Амбициозный проект строительства образцово-показательной фермы для производства экопродуктов, селекции кос и коров, в этот четверг рассмотрела рабочая группа по созданию благоприятного инвест-климата. Такой коллегиальный орган, в который входят главы поселений, экономисты, создан при администрации района для поддержки стартапов. Основатель ЛПХ «Маленькая ферма» Татьяна Вознесенская, создав два года назад в деревне Соколова в поселении Бежеозёрское небольшое хозяйство, решила пойти дальше, построить идеальную ферму для познавательных экскурсий, селекционного разведения животных и получения от них чистых продуктов. Произведённые на собственной ферме молоко и сыр Татьяна дала продегустировать участникам совещания. Всегда интересно, покупая парное молоко или мясо, или птицу, рыбу, или яйцо, приехать и посмотреть, а где она находится. Всегда вызывает огромный восторг у детей. Конечно, дети приезжают, им интересно этот контактный зоопарк, как сейчас это модно называется, но только посмотреть в реальности, как это происходит. Помогать строить образцовую ферму Татьяне будет её надежный партнёр Елена Липунцова. Она – специалист в компьютерной области, доктор наук, но имеет богатый опыт в создании рабочих мест. Планируемый объём инвестиций в строительство составит 15 миллионов рублей. Количество персонала – не более 10 человек. Одно из таких важных моментов, что это не стартап, это уже имеет место быть практикой и имеет место быть уже опыт, методика, методология. Потому что за два года мы не ветеринары, мы не селекционеры, мы не от земли, у нас совершенно разные профессии. Два других проекта – строительство грязианско-фермерского хозяйства, поворачивание кроликов, птиц, овец и создание культурно-этнографического парка Музея российского казачества, требует от предпринимателей детальной проработки. Инвесторам предстоит обосновать достаточность объёма стартового капитала, необходимого для размещения объектов строительства. Все три инвестпроекта общей стоимостью 80 миллионов рублей предполагают создание 70 рабочих мест. Щёлковский район, хотя и промышленный, но сельское хозяйство в нём было и будет поддерживаться, подчеркнул руководитель районной администрации Алексей Валов. Помощь бизнесу в становлении должны оказать и кредитные организации. Топ-менеджеры местных отделений банков проинформировали предпринимателей о программе кредитования. Понимание есть, поддержка будет, безусловно, и эти инвестпроекты будут реализованы на территории Щёлковского муниципального района, в разных поселениях. Там даже, где есть бросовые земли, карьеры они готовы брать для того, чтобы сельхозпроизводство организовывать, в том числе и рыбоводство, тоже будут поддержаны. Компенсацию инвестиционных затрат предусматривает стартовавший в июле этого года оригинальный конкурс на получение субсидий. Этот своевременный шаг правительства, как и сопровождение стартапов на уровне местной администрации, сокращает путь от замысла до реального его воплощения.